В начале 20 века вооруженные до зубов армянские банды, по свидетельству американской официальной прессы, совершали ужасные зверства, это и был конечный результат процесса выбивания средств, закупок вооружения, транспортировки через океан, доставки в места дислоцирования бандформирования армянских националистов, которые затем с полученным оружием и боеприпасами не давали никакой пощады ни раненым, ни женщинам, ни детям. Как передает Ахарас, об этом говорится в научной статье Центра истории Кавказа. Архивы американской прессы свидетельствуют, что методы, которыми армянские террористы добывали средства и ресурсы для эскалации террора, практически не знали ограничений, они простирались от сложных финансово-политических махинаций до банального воровства и грабежа. Примером такого репортажа является статья в газете The Idaho Republican от 11 мая 1906 года, дерзкий заговор с целью кражи арсенала. Армяне в Баку выкопали тоннель и почти преуспели в своем замысле. Вошли не в ту комнату и были обнаружены солдатами, но им удалось спастись. Планировали украсть резервный запас сальянского полка. Баку, Кавказ. Дерзкий заговор армянских террористов ограбить хранилище арсенала, находящееся под охраной сальянского полка и содержащее более миллион оружейных патронов, целый резервный запас для всех полков, составляющих бакинский гарнизон, был случайно обнаружен, когда заговорщики были на грани полного успеха. Они выкопали тоннель длиной в 700 футов, это 22 метра, в направлении арсенала. Это был один из самых претенциозных примеров подземной работы в революционных анналах со времен террористов 80-х годов, имеются в виду 1880-е годы. Начиная с подвала армянского дома, они проложили свой путь под несколькими промежуточными зданиями на глубине 20 футов, это 6 метров. Они построили тоннель с полностью укрепленными стенами, покрытой досками, установили электрическое освещение и электрические звонки, соединенные с несколькими постами, где находились дежурные революционеры. Из-за небольшой ошибки, когда рыли тоннель вверх, они вошли не в склад, а в соседнюю кладовую, где хранилась униформа. Прежде чем они смогли исправить свою ошибку, террористы были обнаружены офицером. Была поднята тревога, и оцепление солдат было немедленно выставлено вокруг близлежащих домов. Но из-за длины тоннеля, армянский дом, из которого начинался подкоп, оказался вне подозрений, и у них было достаточно времени, чтобы скрыться. Вход в тоннель был обнаружен в конце концов добровольцами, которые вошли в него со стороны склада и прошли весь путь до самого начала. В Баку, в котором всегда процветала торговля, не было недостатка в продуктах питания. Это обстоятельство упоминается потому, что фанатики армянского террора рыли подкоп с упорством крота не для того, чтобы выкрасть муку или рис из продуктового амбара, а чтобы похитить сотни тысяч патронов для десятков тысяч единиц стрелкового оружия, которое уже находилось у них на руках. Это оружие и эти патроны нужны были им не для охоты на куропаток и зайцев в степях, окружающих Баку, они нужны были для кровавого террора против мирного населения, для захвата территорий, вооруженного разбоя, истребления и изгнания коренного населения Южного Кавказа. О том, что оружие поставлялось и приобреталось в изобилии, свидетельствуют сотни фотодокументов, запечатлевших факты изъятия оружия и боеприпасов у банд армянских террористов. Они хранятся в архивах Турции, архивах Османской империи, и многие из них были опубликованы в интернете, как, например, приведенные здесь фотографии.